Книга «Зоар» рассказывает о Рабе Иеуде, Рабе Йоси и Рабе Хискией, которые вместе отправились в путь. Рабе Йоси попросил, чтобы каждый из попутчиков произнес слова Торы. Рабе Иуда стал толковать стих из книги Таэлим. «Не напоминай нам грехов предков, пусть поспешит нам навстречу милосердие Твое, ибо обнищали мы очень». Рабе Иуда сказал, что Бог настолько любит народ Израиля, что никому не позволяет вмешиваться в его судьбу. Только Он один, Бог, решает судьбу этого народа. И когда Он определяет ее, то преисполняется милосердием и прощает их грехи. Таково содержание просьбы народа Израиля «Не напоминай нам грехов предков». Народ Израиля просит, пусть поспешит нам навстречу милосердие Твое, ибо обнищали мы очень. И Рабе Иуда объясняет, что означает «обнищали мы очень» и объясняет, какое обнищание, какая бедность здесь подразумеваются. Он говорит, это обнищание в добродетели, обнищание в угодном. То есть «мы бедны, обнищали, оставшись без добрых и правильных поступков». Равин Левицхак объясняет глубину слов Раби Иуды. Нищета и бедность народа Израиля имеют два уровня. Обнищание в добродетели и обнищание в угодном. Что означает «обнищание в добродетели» и «обнищание в угодном»? В чем разница между добродетелью и угодным? Добродетель. Добро – это то, что делается сверх и за пределами минимума. Пример добродетели – это щедрая благотворительность, соблюдение заповедей и изучение Торы не по долгу, но по зову сердца. Напротив, угодное – это нормативное действие, ровно столько, сколько требуется. Это угодно и не более того. Четкое исполнение лишь того, что требует Тора, но не сверх того. Иными словами, добродетель берет свое начало в доброте – хэсэд, в стремлении давать и облагодетельствовать, в то время как угодные дела – в сдержанности гвура, в ограничении и сокращении. А если изложить иначе, то добродетель – хэсэд – ассоциируется с нашим праотцом Авраамом, который является воплощением божественного атрибута – хэсэд. А угодное – гвура – ассоциируется с нашим праотцом, который является воплощением атрибута гвура. В стихе сказано «Пусть поспешит навстречу нам милосердие Твое, ибо обнищали мы очень». И речь не просто о бедности, но о чрезвычайном обнищании. Это великая нищета. Нет ничего, ни серебра, ни золота. Серебро, имеющее белый отблеск, символизирует хэсэд. Серебро, иврит кэсэф, от слова «истолковался» на иврите «нихсов нихсавти», которое встречается в Торе, что является воплощением атрибута хэсэд. В свою очередь, хэсэд и серебро связаны и с нашим праотцом Авраамом. Золото, имеющее красноватый отблеск, символизирует атрибут гвура, а значит и нашего праотца Ицхака. И мы говорим Богу, мы обнищали очень. У нас нет ни серебра, ни золота, ни добродетели, добрых дел, ни проявления атрибута хэсэд силы Авраама, ни угодного, правильных поступков, ни проявления атрибута гвура силы Ицхака. Поэтому-то мы и просим, пусть поспешит навстречу нам милосердие Твое, ибо обнищали мы очень. Так как мы обнищали очень, наша просьба выражается в том, чтобы поспешило навстречу нам милосердие Твое. Мы нуждаемся в милосердии Твоем, в Твоем атрибуте Тиферет на иврите «Великолепие», ассоциирующемся с нашим праотцом Яаковым. Мы ищем милосердие. Это объясняет, почему мы просим о том, чтобы скорее поспешило навстречу нам милосердие Твое. Тиферет находится на срединной линии, линии, опоясывающей от края до края божественные атрибуты, поэтому изобилие проходит через него беспрепятственно и спешно, как сказано, пусть поспешит нам навстречу милосердие Твое. Равин Леви Ицхак развивает мысль и пишет, что слово «поспешить» мы находим только в отношении нашего праотца Яакова. Мы находим только в отношении нашего праотца Яакова, когда он приходит к Ицхаку за благословением. Ицхак говорит ему, «Как же поспешил ты найти дичь, сын мой?» Таким образом, качество расторопности приписывается нашему праотцу Яакову. Равин Леви Ицхак дает дополнительный намек на связь между поспешностью и Яаковом. В Роша Шана и Йом Кипур мы произносим в молитве Амида несколько отрывков, которые начинаются словом «тогда». «И тогда осветиться». «И внуши тогда страх пред собой, и тогда надели славой». Эти три «и тогда» стоят противоположно трем праотцам – Аврааму, Ицхаку и Яакову. «И тогда осветиться» противоположно праотцу Аврааму. «И внуши тогда страх перед собой праотцу Ицхаку», поскольку страх есть проявление атрибута Гвура. «И тогда надели славой праотцу Яакову». Слово «слава» «и тогда надели славой» связано с нашим праотцом Яаковым. Тора, используя то же слово, рассказывает, что сыновья Лавана стали говорить о нем, и из того, что у отца нашего составил он себе всю эту славу. «И тогда надели славой» стоит противоположно нашему праотцу Яакову. И этот молитвенный фрагмент заканчивается словами «И подготовь свечу потомку Ишая, помазанника твоего, вскоре в наши дни». Выражение «вскоре» – поспешность – встречается только во фрагменте «и тогда», относящемся к нашему праотцу Яакову. И в этом заключается смысл сказанного. «Пусть поспешит навстречу нам милосердие Твое». Когда народ Израиля пребывает в состоянии, когда обнищали мы очень, когда у них нет ни добрых дел, ни правильных поступков, нет ни проявления атрибута Хесед, ни атрибута Гвура, ни силы Авраама, ни силы Ицхака, тогда мы ищем силы у нашего праотца Яакова. Мы ищем милосердие, как сказано. Пусть поспешит нам навстречу милосердие Твое.